Здравствуйте! В эфире «Диалоги на седьмом», программа, в рамках которой мы говорим на актуальные темы для города. Сегодня в этой студии вместе со мной журналисты Наталья Костенко, Евгений Салтан. Привет, ребят! Привет! Я предлагаю сегодня поговорить о последнем заявлении мэра Одессы на аппаратном совещании. Городской голова, видимо, снова решил вернуться к давлению на предпринимателей, на людей, которые занимаются не только мелким и средним бизнесом, но и на тех, кто занимается крупным бизнесом и является в то же время крупным налоговносителем, в том числе и бюджет города. Как оцениваете такие заявления и почему, в общем-то, эта тенденция продолжается и, несмотря на возмущение предпринимателей, несмотря на возмущение одесситов, мэр свою риторику не усмиряет? Ну, я предполагаю, что ответ достаточно тривиальный на этот вопрос. Просто есть люди, которые работают по-белому и платят налоги в казну, есть те, кто делает иначе. И явно какая-то часть денег, которая предназначена бюджету города и страны, попадает, собственно, в чемоданах в определенные кабинеты. Иначе этого не объяснить, потому что даже последнее заявление господина Труханова, оно очень однобоко. Складывается такое впечатление, что есть одна компания-застройщик в Одессе, на которую периодически сваливаются все шишки, в том плане, что якобы из-за нее мы теряем парки, зеленые зоны. Хотя, когда де-факто это происходит, я и мои коллеги не раз снимали, как другие строительные фирмы, извините, рубят деревья, возводят строительные заборы, начинают строительные работы без соответствующего пакета документов, в мэрии почему-то это как-то абсолютно вообще никто не замечает и не видит. И когда даже приходят люди, допустим, с плакатами, с митингами по этому поводу под стены мэрии, к ним даже может никто, собственно, и не выйти. У меня есть ответ на этот вопрос. Когда добросовестный застройщик не хочет играть по правилам Труханова и его команды, что значит по правилам? Чтобы стартовала застройка, нужно занести определенную сумму денег. И тогда Труханов и команда дают зеленый свет. Нет. Если застройщик хочет делать все по закону и не хочет участвовать в этих коррупционных схемах, то, конечно же, Труханов и его команда, в кавычках, будут вставлять палки в колеса. Все просто. Знаете, вот интересный даже момент, да, было заявление по поводу того, что вот каким образом происходило строительство на территории Санатория России. Ну, во-первых, строительство на территории Санатория России происходило, извините, сколько лет назад, много лет назад, да? Почему-то именно сейчас возвращаемся к этому вопросу. Ну и, собственно, ответ на этот вопрос есть. Территория Санатория России была куплена крупным застройщиком украинским, уже как приватизированная территория, то есть она не выводилась под застройку из состава города. Да, эта земля не была у города. Она не была городской. Собственно, тут не идет речь о том, что город там под застройку выводил эту территорию. Она уже была частной на момент приобретения ее фирмой-застройщиком. Но вот зато, когда у нас там, допустим, как яркие из недавних примеров, выделяется там 68 гектаров земли, да, на французском бульваре, компании Варда Плюс, прямо на берегу. И, соответственно, право аренды выдается с целью, чтобы там территорию привели в порядок и поддерживали ее в порядке, а потом у нас там строятся многоэтажные здания, рестораны, эллинги. Опять-таки в Горсовете все, как бы, вроде бы этого не замечают. Ну а почему? Потому что, снова же говорю, этот застройщик играет по правилам городской власти, и, конечно, это все вне закона. А даже и не по правилам, я приведу пример другой строительной компании. Она достаточно крупная для масштабов нашей страны. Все вы о ней знаете. Это компания «Будова», которая не то чтобы даже играет по правилам, мне кажется, она сама там в мэрии правила устанавливает. Так иногда создается такое впечатление. Пока что в интернете усминят этой информацией, но мне известно, что они планируют строить очередной дом на Мечниково. И знаете, вот такая вот интересная штука. Собирают у жителей старых домов, которые находятся прям совсем рядом и граничат со строительной площадкой, технические паспорта. Вопрос, зачем? И насколько это чистая технология? Ну, сейчас не об этом. Меня удивил еще один тезис в спичи господина Труханова. Речь шла о медицинском учреждении. И вот тут, мне кажется, степень лицемерия просто зашкаливала. Обвинить человека в том, что он построил современное здание, полностью его подготовил к циклу включения в медобслуживание, вот там надо было сделать, ну, я не скажу малость, но, в общем-то, надо было просто начать работать там, да? А мы знаем, что именно мэрия Труханова передала это здание за копейки частной фирме, которая сейчас там, в общем-то, прекрасным образом зарабатывает немалую сумму. И у которой, кстати, есть информация, городская власть заказывает услуги в этой вот частной конторе. Да, ты о кардиопомощи. Да, да, да. Ну, это парадокс, сейчас это слово. Эту историю уже знает весь город, но когда каждый раз кто-то о ней вспоминает, у меня вот в ушах звенит одна и та же фраза. Я помню, как господин Труханов еще в статусе народного депутата говорил, насколько действительно такое медицинское учреждение необходимо Одессе и Одесситам. И когда уже в статусе мэра он находился и было принято на сессии Гурсовета, насколько я помню, даже без вынесения этого вопроса, на какие-либо там общественные слушания, зачем, господи, такие формальности, было принято решение передать это медицинское учреждение частной компании. Я помню, как это прокомментировала одна из сотрудниц Гурсовета, приближенная господина Труханова. Я прямо запомнила эту фразу, она у меня всегда звучит в ушах, потому что такое медицинское учреждение Одессе несколько не нужно вдруг стало. Одессе или городской власти? Вот здесь вопрос. Конечно, городской власти, потому что одно дело брать многомиллионные кредиты, и жаловаться, что в бюджете Одессы, колоссальном бюджете Одессы, нет денег, чтобы наполнить это учреждение оборудованием, к приему и установке которого уже все подготовлено. Все было готово. И понимаешь, конечно, надо было спрашивать Одесситов. Они могли бы сейчас получать практически бесплатные медицинские услуги и использовали бы современное хорошее оборудование. Что мы имеем в итоге, все мы знаем. Ну, так то ли дело... Ничего не имеем. То ли дело сдать компанию, вернее, сдать учреждение компании медицинской, приближенной, да, кстати, за копейки, заметим, и иметь из этого еще какие-то деньги, да, леваком, простите, буду говорить уже так, как думаю. То ли другое дело еще вложить из бюджета какую-то часть, чтобы у Одесситов действительно был должный уровень медицинского обслуживания. Ну, я даже не знаю, что к этому добавить. А как вы думаете, вот такие спичи городскому голове вот кто-то пишет, у него есть какой-то райтер? Нет, нет, я потому что... Ну, нет, мне просто поражает подход. Люди такого уровня, наверное, работают с пиарщиками, как минимум. Вот когда все перевернуто... Если бы был профессиональный пиарщик, он бы такие тексты не писал, поверь мне. Ну, Жень, ну согласись. Либо очень плохой пиарщик. Ну, может, мысль донесли, но мэр не смог ее, так сказать, оформить в нужную вербальную форму. Ну, посудите сами. Компания крупная, застройщик, которая имеет, ну, на самом деле, репутацию чистейшую. И вот так полностью, это ведь замена черного на белое, белое на черное. И мы говорим о том, что вот... Но ведь одесситов не обманешь в этой ситуации, понимаешь? Потому что мы знаем о хорошем отношении одесситов. Вот в данном случае это Кадоргрупп, и здесь Труханов заявляет совсем другое. Ну, так сколько людей сейчас живет в этих домах? Мне кажется, более ста тысяч семей, если не ошибаюсь. Ведь это огромный процент населения нашего города. Огромный процент населения нашего города, которому доступно это жилье, жилье высокого класса, высокого уровня, в городе, извините, напомню, где есть такой район, как Молдаванка, где люди постоянно жалуются на то, что дома действительно уже разрушаются, люди действительно постоянно боятся оказаться под завалами. Мы не раз снимали это, мы видели, что люди оказываются под завалами крыш, что в непогоду падают крыши этих домов в разных районах Одессы. Но денег на отселение этих людей нет. Дома, которые де-факто уже являются абсолютно аварийными, такими не признаются для того, чтобы не решался этот вопрос о расселении людей, потому что это же опять надо деньги из бюджета брать и тратить на одесситов, куда это годно. И при этом как бы есть еще вот такие какие-то нелепые претензии, а нелепости добавляет этому всему еще и то, что, знаете, я вот думала о том, что человек грозится, грозится, мэр города Одессы, грозится, что вот правоохранительные органы будут разбираться. Извините, пожалуйста, господин Труханов, вы же находитесь действительно фигурантом многих судебных разбирательств. Вся Одесса, вся Украина видела, как вы находились на допросе в Киеве, как вы находились в зале суда. Все знают нагремевшую историю с Краяном, когда его продали по одной цене весь комплекс. А потом за сумасшедшие деньги через фирму Однодневку, якобы через тендер для создания европейской мэрии, купили буквально, по-моему, два или три здания за сумасшедшие деньги, которые даже в сравнении там не шли с теми деньгами, за которые два года назад этот комплекс был продан частнику. И при этом вы говорите о том, что правоохранительные органы должны заниматься крупной строительной компанией, которую знает вся Одесса, вся Украина, у которой нет ни единого недостроя, ни единой задержки в строительстве, у которой в единственном, мне кажется, экземпляре в Украине в договоре прописан для своих клиентов возврат денег на любом этапе строительства. Ну, это, по-моему, полный абсурд. Я знаю, журналисты и наши коллеги подготовили новое расследование в отношении деятельности Инатии Трухановой, с тем, скоро Одессит узнает много чего интересного. А вот таким анонсом мы тогда и закончим эти диалоги. Ребят, спасибо вам, что приняли участие. Наталья Костенко, Евгений Салтан, журналисты 7-го телеканала. Я Ольга Гвоздецкая. Спасибо, что были с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова